Маршруткам хотят запретить останавливаться под запрещающий знак. Сейчас в правилах для них есть исключения. Законопроект рассматривает Верховный Совет. Я знаю, что многие маршрутчики, уже не дожидаясь, когда изменят закон, стали высаживать пассажиров только на остановках. Пассажиры не слишком довольны, зато те, кто едет следом, говорят спасибо. Стоит вспомнить, зачем ставят знак «Остановка запрещена», чтобы припаркованные машины не заслоняли дорогу и пешеходные переходы для других водителей. Ведь именно так чаще всего сбивают людей на переходе, когда они выскакивают из-за машины. Денис Мартыненко о правилах, исключениях и исключении из исключений. Каждый водитель желает знать, где остановится маршрутка. Внезапность – второе имя. Отправляемся на охоту за маршрутками. Я буду преследовать маршрутки. Постараюсь поймать их с поличным за каким-нибудь нарушением. Чувствую себя напарником американского копа. Машина без опознавательных знаков, съемка на обычный видеорегистратор. Очень сложно в принципе понять, нарушает водитель маршрутного транспорта какие-то правила или нет, потому что останавливаться под знак «Остановка запрещена», маршрутка можно. То есть, по сути, они могут останавливаться где угодно. Улица Федько. Здесь идет десятка. С двух сторон стоят машины. Слева – детский сад, школа. По пути несколько пешеходных переходов. Еду за одной и той же машиной. Десятка тормозит сразу за зеброй, высаживает людей. Тут же из-за маршрутки школьники побежали домой. Закончились уроки. Хорошо, что встречный водитель успел заметить. Главное – включить аварийку. И как будто нарушения нет. Десятка развернулась на конечный и поехала в город. Вот первый пассажир – остановка на зебре как-то поперек дороги. Вот второй – на перекрестке, тоже не заезжая в карман. Только на монтаже я заметил, что эта маршрутка не включила поворотник при выезде направду, а потом, когда заезжала на остановку. Улица Свердлова. Здесь ходят 4 или 5 городских маршруток. Сейчас, я уверен, 21-й остановится сразу за перекрестку. Если там есть пассажиры. Ну, бинго. Вот пешеходный переход и сразу. Вдоль всей улицы люди стоят, ждут транспорт. Остановок тут нет, но водители обязательно подберут людей. По правилам, ближе чем 10 метров от зебры останавливаться нельзя. Район Дворца Республики. Вот тоже самая ситуация. Практически пешеходный переход. Водитель загораживает. Когда пытается подобрать пассажиров. Скоро маршруткам запретят останавливаться, где попало. В Приднестровье уберут из правил пункт, который дает право общественному транспорту пренебрегать знаком «Остановка запрещена». Законопроект рассматривает Верховный совет. Маршрутки и легковые такси смогут высаживать и подбирать пассажиров только на остановках и там, где нет запрещающих знаков. Я не трогаю то, что они разговаривают по телефону за рулем, где и создается опасность для людей. Я не трогаю ту ситуацию, что маршрутки не совсем чистые. Мы сейчас обратили внимание на то, что они останавливаются в местах, где стоянке остановка запрещена. Это чаще всего узкие дороги. По данным ГАИ, в каждой третьей аварии страдают пешеходы. Такие происшествия, когда водитель не видит пешехода из-за другой машины, случаются регулярно за маршрутками, пешеходов совсем не видно. Милиция Приднестровья регулярно публикует видео, как маршрутчики едут на красный. Водители жалуются, да разве так водят, подрезал и чуть не попал в аварию. А этот буквально идет на таран по встречке. Знаменитые маршрутки – популярная тема юмористических шоу в Кишиневе. Только посмотрите на эту нарезку чудес на молдавских дорогах. В эфире программа «В мире животных». Сегодня мы с вами понаблюдаем за редкими живыми организмами, которые можно встретить в такой необычной среде обитания, как молдавская маршрутка. Эта песня сыскала славу несколько лет назад, потому что тема близка каждому, кто хоть раз летом останавливал маршрутку. «В салоне жарко, мокрые подмышки, ты почти не дышишь, плюс 44, и прекрасный голос, сзади ты услышишь, мы откройте люк, жара, Юля, не открывайте тует, слышишь пассажир, не паникуй, я этот люк заварил еще 7 лет назад, когда в него улетело три лет». Вот что покажет Гугл, если написать «маршрутки Тирасполя». «Я отдыхаю здесь благодаря моему отцу, потому что он работает в отделе маршрутки». Не взял пассажира, потерял 5 рублей. Пару дней назад стало известно о новом законопроекте, а маршрутчики уже стали отказывать пассажирам, не высаживают, где попало, но брать будут по-прежнему. На остановку пассажир все равно не пойдет, а следующая маршрутка подберет обязательно. Второй эксперимент ТСВ. Наш журналист проверял маршрутчиков не из-под тишка, а изнутри, как простой пассажир. Даже когда на тротуаре стоит человек с камерой, машина все равно останавливается под знак. «Да, показывает сигнал, садимся». За рулем водители отвлекаются, чтобы посчитать деньги и дать сдачу. «В этом случае водитель заранее подготовил сдачу и сделал все одним движением, не сильно отвлекаясь от дороги. А если бы отвлекся, по мнению ГАИ, виноваты оба – и водитель, и пассажир». «Согласно правилам дорожного движения, пассажир не вправе отвлекать от управления водителя автомобиля. Поэтому и пассажир, и водитель несет ответственность за нарушение правил дорожного движения». Водители маршруток вообще больше не будут считать деньги на ходу. В следующем году во всем транспорте планируют установить терминалы для оплаты картами. В московском метро уже давно можно буквально торговать лицом, платить взглядом. А передают за проезд до сих пор, разве что в одесских Богданах. В Европе водители вообще не трогают деньги. Кто там сзади не заплатил? Я вижу, что сзади не заплатили. А ну-ка передали быстро триле ездить там в комфорте и еще не платить. Денис Мартыненко, Данила Кузьменко. Отражение.